Аким города Ермак Салимов поздравил Айбека Нугумарова с серебряной наградой чемпионата Алимбаресе. Он также поздравил воина-интернационалиста Берегвола Кулова с вручением юбилейной медали. В Айбекском районе при господдержке активно развивается животноводство. В связи с этим в селах региона растет поголовье скота. Неделя школы мастеров в педагогическом колледже имени Ауэзова. Опытные преподаватели делятся своими знаниями и навыками с молодыми учителями. Об этих и других событиях более подробно. Автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2025 году должно быть не меньше 95%. Такая задача была озвучена в ходе аппаратного совещания в областном Акимате, передает сайт УКНьюз Ки-Зет. Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов, в текущем году на ремонт и содержание автомобильных дорог областного центра и улиц населенных пунктов районного значения было выделено 22 миллиарда тенге. В свою очередь на дороге областного и районного значения выделено 11,1 миллиарда тенге, из них на средний ремонт 6,9 миллиарда тенге. Всего было отремонтировано 403 километра дорог и улиц, что на 65 километров больше, чем в 2018 году. В настоящее время доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигла 81%. Долю дорог нормального качества за ближайшие пять лет планируют довести до 95%. В ближайшее время в приоритете будут дороги к опорным селам в приграничных районах. Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов дал поручение в месячный срок составить план работы до 2025 года, в котором необходимо просчитать, как именно область будет выходить на такие высокие показатели. Аким города Ермак Салимов встретился с неоднократным призером и чемпионом Алем Барысы Айбеком Нугумаровым, а также с ветераном войны в Афганистане Берекполом Куловым. Градоначальник поздравил спортсмена с почетной серебряной наградой, завоеванной на недавнем чемпионате Алем Барысы. Он также поздравил Берекпола Кулова с получением в Москве медалей в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Аким города Ермак Салимов принял именитого спортсмена после его выступления на абсолютном чемпионате мира Алем Барысы, где наш земляк завоевал серебряный пояс. Стоит отметить, что Айбек Нугумаров четыре раза проходил финал этого престижного турнира и каждый раз успешно, завоевав сначала серебро, а затем в 2017 и 2018 годах золотой пояс чемпиона Алем Барысы. Аким отметил, что это огромное достижение не только для семьи, но и для всей республики, и вручил спортсмену и его тренеру памятные подарки. Айбек Нугумаров, в свою очередь, отметил, что теперь готовится к выступлению на чемпионате мира по Казакуресе, который состоится 15 декабря в Ак-Тубе. Великий Алтай. На Великом Алтае живут великие люди. Он бревняк Айбек. Далее градоначальник принял ветерана войны в Афганистане Берегпола Кулова и председателя общественного объединения ветерана и инвалиды войны в Афганистане и локальных войн Борамбая Бегатова. Дело в том, что ветеран Берегпол Кулов недавно был награжден в Москве медалью в честь 30-летия вывода войск из Афганистана. Для наших мальчишек, девчонок, видеть живых героев, которые рассказывают, которые через такое пекло прошли, при всем этом сохранили все человеческое и сегодня передают этот опыт, не опыт даже, может быть это не тот опыт, может это не совсем так корректно, но это же наши герои, и страна должна их об этом знать. И вот уже через 30 лет вот это событие произошло, да, это действительно такое событие очень для нас важное. Берегпол Кулов – уроженец Аягоза, по военной специальности связист. Полгода служил в Кабуле, затем в провинции Гордес и Чемкане. Имеет две медали за боевые заслуги. Признается, что долго не мог поверить известию из Москвы о присвоении еще одной награды. Не поверил, что меня ждет медаль в Москве. Когда уже получил ее в руки, поверил. Там встретили хорошо, все поздравляли. Семечане, ветераны войны в Афганистане поздравляют. Сыграли наши ребята, которые занимались всеми поисковыми работами. С города Семей – это два человека, наших ребят, которые в этом списке есть. Одним из них является Кулуб Берий, который в этот раз ездил в Москву. Получили боевые награды несколько человек. А второе – Умаров Султанбек. Тоже в списке есть он здесь, в городе. Но пока очередь до него дойдет, потом информация-то будет. Как стало известно, Берегбол Кулов стал одним из семи казахстанцев, кто поехал в Москву и был удостоен почетной медали. Председатель объединения ветераны и инвалиды войны в Афганистане и локальных войн Буромба Абегатов в свою очередь поблагодарил Акима города за то, что Семей стал одним из первых городов, где были вручены юбилейные медали воинам-интернационалистам. И со своей стороны вручил градоначальнику медаль Батр Шапагатэ от Республиканского объединения Ассоциации ветеранов войны в Афганистане. Жители дома, расположенного по адресу Каюма Мухаммедканова, 19, обратились в нашу редакцию с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. По словам жителей, в этом году в их доме недостаточное теплоснабжение, и они вынуждены согревать свои квартиры электроприборами. В свою очередь представители теплоснабжающей организации говорят, что проблема появилась в результате регулировки внутриквартальных тепловых сетей. На данный момент система отопления дома постепенно нормализовалась. Лола Есенгарина переехала в этот дом месяц назад. С тех пор ее дети постоянно болеют. Причина – плохое отопление. Живем месяц, теплоподачи вообще никакой нет. Постоянно дома холодно, пол холодный. Дети бесконечно болеют. На двоих детей у нас на приемы врачей, на лекарства около 100 тысяч ушло. Холодно, жить невозможно. Без конца ходим к маме жить. Сейчас жители дома вынуждены отапливаться электроприборами, оплачивая большие счета за электроэнергию. При этом квитанции за теплоснабжение им приходят регулярно. Сам многоэтажный дом построен 15 лет назад. И за время его эксплуатации никаких проблем с теплоснабжением не было. Но с наступлением текущего отопительного сезона они начались. В этом году температура для такого дома, для центра города, под носом у Акимата, аномальная температура в квартирах. 15 градусов. У меня трое малолетних детей. Дети все болеют. Есть справки о том, что дети болеют. В доме стоят три обогревателя. Дома холодно. Вот в прошлом, позапрошлом году у нас, когда морозы были, было холодно. В этом году таких морозов нет, но все равно. Прохладно, холодно даже. В 12-этажном доме насчитывается 36 квартир. Жители утверждают, что никаких долгов за теплоснабжение у них нет. Проблему пыталась решить и местная КСК, но, к сожалению, безрезультатно. Тепло нам не дает котельное. Все, загвоздка в котельное. Потому что у них сейчас прорывы. Вот, пожалуйста, вот здесь вот прорыв был от 6-й гимназии. Они хомут поставили. Вот там за оградой тоже был прорыв. На той улице тоже был прорыв. В общем, на Пушкино, везде у них вот сейчас в центре идут прорывы. А давление, они нам, ой, циркуляцию и давление нам не дают. Чуть давление дадут, оно у них разрывается опять все. И делать они этот ремонт, будут, вот сказали, вскрывать весной. А до весны как нам дальше жить? Недавно объект посетила специальная комиссия в составе сотрудников предприятия теплокоммунэнерго и представителей тепловой инспекции. Комиссия изучила сложившуюся ситуацию и пришла к определенным выводам. Когда мы пришли, в данном доме нет персонала, обслуживающего этот жилой дом. Только одна женщина, которая вообще представления не имеет. А в каждом доме должен, в КСК должен быть подготовленный персонал, который занимался бы этим наладкой, регулировкой, метродомой системы отопления. После вмешательства нашего телеканала представители теплоснабжающей организации в очередной раз посетили данный многоэтажный дом и произвели замеры в узловом управлении. Температурные замеры соответствуют температурному графику. Температура подачи 7,7, обратки 58. Расход воды был немного занижен. В результате регулировки внутренней системы отопления, это работниками теплокоммунэнерго, тоннаж повысили с 6 до 8 тонн. Также отрегулировали соседние дома по температурному графику и по тоннажу. По словам специалистов теплоснабжающей организации, в результате проделанной работы система отопления дома постепенно нормализуется. Теплоснабжение от котельной поступает в должном объеме. Самат Секенов, Рыскуль Мадвасова, Ельжан Макзумов, Кайрат Кожахметов, Телеканал Семей. Продолжаем выпуск. В Айагоском регионе активно развивается животноводство. В связи с этим растет количество сельских населенных пунктов, где увеличивается поголовье скота. Этому в немалой степени способствует реализация государственных программ. К примеру, сегодня одним из динамично развивающихся сельхозформирований региона является крестьянское хозяйство Сандыктаз Акшийского сельского округа, которое активно пользуется механизмами государственной поддержки. Крестьянское хозяйство Сандыктаз было создано в 2000 году. Сейчас в хозяйстве насчитывается около 300 голов крупнорогатого скота, 1000 голов маточных овец, а также поголовье лошадей. Достаточно у хозяйства и собственной сельхозтехники. Опытные животноводы хорошо подготовились к зиме и заранее заготовили корма в достаточном количестве. У нас есть техника, которую получили от государства в 2014-2015 годы. Закрыли все кредиты. Теперь в планах приобрести дополнительную технику, потому что сейчас очень низкие проценты для сельского хозяйства. Раньше мы брали под 50%, а сейчас под 25%. Если с нового года будут какие-либо положительные изменения, хотим еще закупить технику. Крестьянское хозяйство обеспечивает работой 15 человек. Шаймардан Бекбаев – один из них. Здесь он работает вместе с семьей уже в течение 8 лет. По его словам, руководство хозяйства создало все необходимые условия. Помимо зарплаты, люди обеспечены водой, углем и дровами. Кроме того, им выделяются продукты питания на полгода. У нас все хорошо. В доме евроремонт. Внутри холодная и горячая вода. Помимо зарплаты, постоянно получаем премии. Продукты питания отдельно. Каждый год нам выделяют сугым. Также в месяц нам выделяют по два барана на мясо. Безусловно, развитию сельскохозяйственной отрасли во многом способствует реализация государственных программ. В связи с этим руководство района встречается с населением и проводит с жителями разъяснительную работу. В прошлом году мы привезли из России 66 голов племенного скота. Сейчас выращиваем их. В этом году ожидаем только позитивные перемены, о которых нам рассказал Аким района. Власти обещают поддержать аграриев, только для этого надо работать. Вот недавно нам выкопали колодцы, а раньше их не было. Кроме этого, установили солнечные панели и провели в селах электричество. Сельское хозяйство – одна из отраслей, где своим трудом можно добиться значительных успехов. Поэтому в регионе достаточно крестьянских хозяйств, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие Аягосского района. У Аягосского района большой потенциал. Из 5 миллионов гектаров земли 2 миллиона стоят свободными. Мы хотим развивать на этих землях животноводство. Если в течение двух-трех лет плодотворно поработать, то можно будет сделать очень многое. На сегодняшний день у главы крестьянского хозяйства большие планы. А именно продолжить работу по развитию племенного животноводства и открыть откормочные площадки. На нескольких трассах в Восточно-Казахстанской области установили макеты полицейских авто с включенными мигалками. Сейчас макеты используются на участках автодорог Усть-Каменогорск-Ридер, Усть-Каменогорск-Семей, Усть-Каменогорск-Алтай. Отличительная особенность новых макетов – наличие проблесковых маячков, что позволяет использовать муляжи и в темное время суток. Электрическое питание осуществляется от солнечных батарей, рассказали в пресс-службе Дорожной полиции Восточно-Казахстанской области. В полиции добавили, что с начала 2019 года в регионе зарегистрировано 303 ДТП из-за превышения установленной скорости. В этих авариях погибли 66 человек. К другим темам. В педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова проходит традиционная неделя школы мастеров. На ней опытные педагоги делятся своими знаниями и навыками с молодыми преподавателями учебного заведения. Подробности у нашей съемочной группы. Неделя школы мастеров проводится в педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова несколько лет подряд. Поэтому данное мероприятие стало традиционным. В колледже работает 115 преподавателей. Из них более 50 педагогов высшей квалификационной категории. В этом году на работу в учебное заведение были приняты 23 молодых преподавателя. Поэтому на данных мастер-классах опытные педагоги не только поделятся своими знаниями, но и возьмут дальнейшее шествие над младшими коллегами. Эта передача знаний, конечно же, она не ограничивается одним днем. Не ограничивается только сегодняшними уроками. А это повседневная, кропотливая работа. Это сопровождение молодого педагога на протяжении трех лет. Мы следим за его становлением, помогаем им, поддерживаем. Цель мастер-класса – популяризация опыта работы педагогов. Во время данного мероприятия преподаватели продемонстрировали умения и навыки по использованию инновационных технологий на практике. Один из мастер-классов прошел в лаборатории дошкольной педагогики имени Назипы Кульжановой. Под руководством методистов-тренеров практиканты провели с воспитанниками детского сада открытые занятия, где применяли современные технологии. По словам опытных педагогов, такие мастер-классы дают свои положительные результаты во время рабочего процесса, так как постоянно обновляются свои знания. У нас преподаватели ежегодно проходят областные и республиканские курсы повышения квалификации разного уровня. Педагоги совершенствуют свое мастерство постоянно. Все, чему мы научились, стараемся рассказать и объяснить нашим молодым педагогам. Проводим различные семинары, круглые столы. В результате такой работы и молодые специалисты, и мы узнаем о новостях, которые проходят в сфере современного образования. Так как в колледже готовят в основном кадры дошкольного образования и педагогов среднего звена, большое внимание уделяется обновленному содержанию образования. Поэтому педагоги активно используют в своей работе инновационные технологии. Как молодой преподаватель, мы постоянно совершенствуем себя. Наши старшие коллеги владеют многочисленными методиками. Видя их мастерство, мы тоже стараемся быть лучшими. Я думаю, что мы сможем внести свой вклад в становление современной педагогики. Мастер-класс проходил одновременно на восьми площадках. Мастера-педагоги продемонстрировали свои навыки и умения молодым специалистам по таким дисциплинам, как обучение начальных классов, естествознания, русский, английский языки и литература. Помимо школы мастеров, в колледже действует и школа молодых преподавателей, где младшие сотрудники совершенствуют полученные знания. Бакатгуль Казец, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей. Воспитанники кадетского класса ЖАС-Сарбас в многопрофильной гимназии с обучением на трех языках имени Шакарима приняли присягу на верность родной стране и народу. В торжественной церемонии вручения сертификатов и удостоверений детской военно-патриотической организации принимали участие представители родительской общественности, управление по делам обороны города-семей, а также военнослужащие войсковой части 44-793 регионального командования «Восток». На сегодняшний день в Семее кадетские классы ЖАС-Сарбас действуют на базе 13 городских школ. Занятия с детьми проводят руководители начальной военной подготовки, как правило, имеющие личный опыт службы в армии. Во время уроков кадеты обучаются основам военного дела, а зам – огневой, тактической и строевой подготовки. Также большое внимание уделяется и военно-прикладным видам спорта. Как отмечают преподаватели, юные кадеты в полной мере осознают, что слова торжественной присяги на верность родине для них имеют особое значение и смысл. В своем послании Ельбасы поручил открыть классы ЖАС-Сарбас в каждой школе. В течение трех месяцев с открытия кадетского класса в нашей гимназии мы проводим с ними занятия по военной подготовке. Сегодня воспитанники кадетского класса принимают присягу. Это для них имеет большое значение, так как они понимают, что скоро они станут настоящими патриотами и защитниками Родины, на плечи которых ляжет ответственность за родную страну. Надо сказать, что ребята тщательно готовились к этому торжественному моменту, в котором принимали участие преподаватели гимназии, представители родительской общественности, а также военнослужащие регионального командования «Восток». Родители уверены, что такие классы играют важную роль в воспитании казахстанского патриотизма. Воспитание патриотизма среди наших детей – это обязанность родителей и учительского коллектива. Мы уверены, что, занимаясь в классе ЖАС-Сарбас, ребята станут верными защитниками и патриотами Родины. За три месяца ЖАС-Сарбазовцы уже многому научились. Дети с интересом посещают уроки и узнают много интересного о воинской службе и развитии казахстанской армии. Я здесь многому научился. Во-первых, дисциплине, как себя держать и быть терпеливым. Также научился поворачиваться по команде налево и направо. Я пришел в класс ЖАС-Сарбаз, чтобы в будущем стать солдатом и настоящим защитником родной земли. Здесь я научился строевому шагу, быть дисциплинированным и воспитанным. Также научился ответственности. Торжественное мероприятие по случаю приведения к присяге воспитанников кадетского класса ЖАС-Сарбаз завершилось концертной программой с исполнением патриотических произведений. САМАТСИКЕНА ФРЫСКУЛЬМАДВАСОВА Ержан Макзумов, телеканал СЕМЕЙ Наши новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова